Мы опять в эфире, это снова новый день. Да, Игорь, на самом деле очень приятно получать поздравления в свой профессиональный праздник, особенно от ребятишек, которые благодарят, которые признаются любви своим педагогам. Я предлагаю поговорить с виновниками торжества и у нас в студии Оксана Геннадьевна, тот самый человек, который работает с нашими детьми. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как вы пришли в профессию и сколько лет вы уже в ней? Ну вообще выбор моей профессии был не случайен, потому что вся наша семья, она посвятила себя работе в образовании. Мой папа, который всю свою трудовую деятельность проработал в профтехобразовании, и моя старшая сестра пошла по его пути, и сейчас она возглавляет техникум, ангарский индустриальный техникум и директор этого техникума. Моя мама, которая более 40 лет проработала воспитателем в детском саду, и я пошла по ее стопам. Поэтому выбор моей профессии не случайен. И когда я еще, будучи девчонкой, приходила к маме на работу, и мне было интересно взаимодействовать с детьми, я могла им и почитать книжку, и поиграть с ними в игры, и показать какую-то сказку. Поэтому вот таким образом я и оказалась в этой профессии. Судя по истории, можно сказать, что вы потомственная Тараса. Еще такое на ум мне пришло, что все-таки вы не стали, а родились уже, будучи будущим педагогом, воспитателем. Сколько лет вы уже трудитесь? Я тружусь уже 31 год в дошкольном образовании, 10 из которых я являюсь руководителем образовательного дошкольного учреждения номер 103. Скажите, пожалуйста, как выстраивается работа с коллективом? Легко ли, тяжело ли, какие методики есть для подбора кадров? Как вы работаете? Вы знаете, работа руководителя, она, в общем-то, такая интересная, и заключается она в том, что, да, вот вы правильно заметили, что о подборе кадров здесь нужно чувствовать сердце человека, на уровне интуиции. То есть нельзя сказать, что вот этот человек подойдет, а этот человек нет. Хотя, да, бывают и в нашей профессии случайные люди, но их очень мало. В основном это те люди, которые приходят туда осознанно, которые любят свою работу, которые горят этой работой и отдают себя всей вот этой работе. Как считаете, какой должен быть настоящий воспитатель? Ну, прежде всего, конечно, воспитатель – это должен любить детей. Дальше он должен быть творческим, он должен обладать определенной харизмой, он должен завлекать детей, увлекать, нести им что-то новое, интересное, увлекательное вот именно каждый день, чтобы дети тянулись к тебе, чтобы они тебя тоже любили, уважали, чтобы они черпали с тебя те знания и тот твой опыт, который ты можешь им дать. Вот именно жизненный такой опыт. На самом деле же очень важно, да, когда ребенок идет в детский сад и так радуется, когда работает та или иная воспитательница, потому что вот про эту энергию, про которую нам сейчас рассказывают, она существует на самом деле. Дети же заряжаются и искренне улыбаются, когда, видя свою воспитательницу, воспитательницу, машут где-то с коридора, мол, уже здравствуйте, здравствуйте. Воспитательница должна быть примерно для подражания. А вот наш мир не стоит на месте, скажите, пожалуйста, есть какие-то специальные курсы повышения квалификации там для воспитателей или каким образом воспитатели в этом направлении работают? Конечно, сейчас очень большой спектр курсов повышения квалификации, курсов переподготовки, направления очень разные, от инновационной деятельности и заканчивая простыми элементарными знаниями федерально-государственных образовательных стандартов. Тут уже право выбора за воспитателем, конечно, и, конечно, здесь нужно еще двигаться и от тех задач, которые решает то или иное образовательное учреждение. Еще такой вопрос. А с какого возраста все-таки нужно и можно отдавать свое чадо в детский сад? Здесь все индивидуально, и все зависит и от родителя, то есть который чувствует и знает своего ребенка, и понимает, готов ли он уже посещать дошкольное учреждение, и, конечно же, от самого ребенка. Потому что ребенок приходит в новое помещение, он приходит в новые условия, там новые игрушки, новые дети, новые взрослые лица. И поэтому здесь, конечно, каждый решает для себя сам. Самое оптимальное – это где-то примерно с полутора лет. Уже вот ребенок практически готов к тому, чтобы социализироваться именно в сенах дошкольного учреждения. Если мы берем вот единичный случай, когда ребенок очень, скажем так, сложно проходит вот этот процесс адаптации, адаптации, да, плачет, значит, ведет себя там, ну, бывает неадекватно, ну, понятно, что родители переживают. И понятно, что он, ну, как бы не был подготовлен правильно. Вот каким образом лучше провести социализацию? Что нужно делать до возраста полутора лет, там, с ребенком, куда ходить, что посещать, что ему рассказывать, объяснять, чтобы он как можно мягче прошел этот период? Я думаю, что сейчас очень много таких развивающих центров, каких-то площадок, куда родители имеют возможность привезти своего ребенка для того, чтобы его адаптация и социализация в дошкольном учреждении прошла более мягко и более легко. Ну, это вы знаете, да, и какие-то игровые комнаты, это и развивающие центры, это и прогулочные площадки, и детей достаточно там много, и они учатся друг с другом взаимодействовать, играть, общаться, и поэтому уже там мама и папа, они видят, насколько хорошо этот процесс идет у его ребенка, и принимают, конечно, решение уже отдавать ребенка в детское учреждение для того, чтобы он там развивался и социализировался. А насколько важно родителям принимать какое-то участие в жизнедеятельности, вот именно в садике, участвовать в каких-то сценках? Дети же вообще любят, когда видят на сцене, например, свою маму или своего папу. Ну, конечно, детям это очень приятно, радостно, они это воспринимают как некую связь со своими родителями. Конечно, они там такие отклики, возгласы, ой, это моя мама или это мой папа. Конечно, им очень приятно. И когда, допустим, на праздниках или на каких-то там развлечениях родители приглашают поучаствовать в каких-то конкурсах, дети бегут с радостью вызывать своих родителей, только чтобы они поучаствовали, чтобы посмотреть на них со стороны, восхищаться ими, радоваться. Я всегда считала, что все-таки родители должны принимать участие в жизнедеятельности своих ребятишек, особенно если в детском садике. Когда родитель выходит на сцену, выступает у детей, даже осанка меняется у них, гордость за своих родителей. Поэтому, уважаемые телезрители, мамочки и папочки, ну, участвуйте, участвуйте в каждых сценках, в каждых мероприятиях, потому что наши дети учатся только от нас. Совершенно верно. Копирует наше поведение. Скажите, пожалуйста, Оксана Геннадьевна, какие у вас есть традиции в детском саду? Есть ли тот момент, когда вы встречаетесь, когда встречаются выпускники детского сада, или, может быть, уже четыре поколения подряд родители водят своих детей именно в ваш детский сад? Конечно, как и в любом образовательном учреждении, вообще в любой организации, у нас существуют некие традиции, и одна из этих традиций, как вы верно подметили, это встреча с нашими выпускниками. Традиционно она проходит, конечно, 1 сентября. И особенно отрадно, когда к нам приходят не только вчерашние выпускники, но и те выпускники, которые выпустились несколько лет подряд. Они идут к своим воспитателям, они с радостью бегут к ним, они им несут букеты, они несут им радость общения, и они делятся с ними теми впечатлениями, которые они получают уже в школе, рассказывают о своих успехах, о своих достижениях. И, конечно, воспитателю очень радостно и приятно, и такая гордость возникает у воспитателя за своих выпускников. Оксана Геннадьевна, расскажите о проектах, о новых проектах, над которыми вы сейчас работаете. Мы сейчас работаем над тремя проектами. Это проекты такие полномасштабные, объемные, очень такие качественные. Один из них – это проект инновационной площадки Федерального института развития образования по разработке сетевых образовательных программ, профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области. Самым таким значимым разделом этого проекта является организация чемпионата BabySkills среди детей дошкольного возраста в рамках чемпионата WorldSkills. Еще мы являемся соискателями международного исследовательского проекта по познавательному развитию на основе деятельностного подхода Людмилы Георгиевны Петерсон. Это всем известная математика Петерсон. И еще один проект наш, такой тоже большой, полномасштабный, который мы начинаем, запускаем в этом году, это под эгидой Национального института воспитателей России. И этот проект будет посвящен техномиру, то есть развитию технических способностей детей дошкольного возраста. Звучит гордо. Все вот это вот. Я бы сказал, всеобъемлюще. Это целых три или один огромный большой мир. Ну, круто. Да. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Мы от всей души желаем вам здоровья, прежде всего, да, любовь к детям. И очень бы хотелось, чтобы вы обратились к коллегам своим, и сказали тоже очень добрые, хорошие им слова. Спасибо за уникальную возможность, предоставленную мне, поздравить дорогих, уважаемых мной коллег с профессиональным праздником, с Днем дошкольного работника, пожелать в этот праздничный день им любви, тепла, удачи, вдохновения, творческих успехов, чтобы работа с детками приносила им массу эмоционального отклика, открытий, чтобы детки их радовали своими новыми знаниями, своими открытиями, чтобы дарили им свое тепло, ласку, заботу, чтобы в ваших семьях, уважаемые коллеги, всегда было счастье, любовь, взаимопонимание, и все ваши мечты осуществлялись. Оксана Геннадьевна, благодарим вас, что пришли к нам в гости, было приятно пообщаться, очень информативно и полезно. Спасибо большое. До свидания. В дошкольных учреждениях Ангарского округа воспитываются почти 14 тысяч детей. Их окружают заботой и теплом 3,5 тысячи работников. Это почти 1 400 педагогов, 90 музыкальных руководителей, 55 инструкторов по физической культуре, 30 логопедов, почти 40 психологов и 20 дефектологов. Почти 700 человек – это воспитатели, которые отдали профессии более 20 лет.